Всем привет! Меня зовут Михаил. Я работаю инженером в компании Fluence Labs. И сегодня я расскажу вам о том, о нашем подходе к быстрым, детерминированным и верифицируемым вычислениям на WebAssembly. О каждой из этих трех слов раскрою подробно. О чем мы будем говорить в следующие 30 минут? Во-первых, я чуть-чуть расскажу о том, что такое Fluence, зачем нам вообще WebAssembly, почему он должен быть детерминированным, верифицируемым и так далее, и быстро. И были замечательные вопросы, связанные с тем, чем отличается WebAssembly от GVM, почему недостаточно GVM и вообще про ConstantPol вот это все. Сегодня, в течение 30 минут, я чуть-чуть это раскрою. Да, мы используем для запуска WebAssembly, мы используем Assemble, который транслирует WebAssembly от GVM. И об этом чуть-чуть уже поговорим. Да, и вот последний слой в Caching Game, тоже в конце раскрою, если успеем. Да, каждая система достаточно большая, и я старался суживать свой доклад как только мог. Наверное, я вам скажу не все, и если будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, приглашаем всех на Автопати. Вот, и то, что там будут, и там, может, будут вопросы, кто задавать. Теперь давайте к первому топику о том, что же такое Fluence и какова его архитектура. Во-первых, Fluence это вычислительная сеть, которая позволяет разработчикам запускать их WebAssembly код, децентрализованно, детерминированно, и, значит, в трассу вас environment. По сути, каждая программа запускается в маленьком кластере. Кластер состоит из небольшого количества нод, ну, небольшой, это 4 до 21 ноды. Все это работает полностью децентрализованно за счет того, что есть три типа роли. Есть майнеры, это люди, которые содержат ноду, то есть они могут скачать себе ноду, нода будет производить вычисление, либо хранить данные, и за это майнеры будут получать деньги. Ну, про деньги это отдельный вопрос. Кому интересно, про экономику, а могу побольше рассказать. Это не тема доклада. Вторая роль это разработчики. Это люди, которые сабмитят код в Fluence, чтобы он работал децентрализованно, распределенно и быстро. И вот чтобы все это обеспечить, у нас есть два уровня. Первый уровень это Speedway. Он, собственно, заключается в том, что код запускается в кластерах. Кластер, небольшая группа нод, и пользователь отправляет сюда транзакцию, запускает транзакцию в Assembly Code на каждой ноде. После чего с помощью BTC-консенсуса кластер приходит, ну, собственно, к консенсусу, и результат отдается клиенту. Это Speedway. Мы стараемся его сделать настолько быстро, насколько это вообще возможно, настолько real-time, насколько она позволяет сеть, позволяет консенсус и все такое. Помимо этого, есть еще Security Layer. И он заключается в том, что после того, как кластер обработал блок транзакций, ну, там блоки, допустим, от 1000 до 10000 транзакций, результат сохраняется в Swarm. Ну, Swarm и BFS. Пока используем BFS, пока Swarm не стабилен, не перешел Filecoin. После чего валидаторы отложено, берут транзакции и проявляют вычисления. Если они находят ошибку, они открывают диспут и возникает вот самый верификацион рейн. А почему два уровня? Этот уровень обеспечивает более-менее real-time, потому что этот уровень более медленный. Вот он совершается отложено, и последствия валидаторы могут наказать те ноды, которые специально или не специально ошиблись. У всех нод есть стейк в эфире, да, все управляется эфиром, контрактом эфире, вот. И каждый майнер содержит, ну, у него есть аккаунт эфире, у него есть там какая-то, какой-то фиксированный стейк. Из-за того, что у нас есть разделение на Speed и Security Layer, у нас есть Dualism в виртуальной машине. Она должна работать быстро вот здесь, и она должна уметь валидировать вот здесь. И давайте сейчас чуть-чуть, дальше рассмотрим, как же это происходит. Да, вот еще чуть-чуть, как вообще это выглядит с точки зрения разработчика. С точки зрения разработчика это выглядит, как обычный фронтенд и бэкенд. Бэкенд можно писать на любом языке, который капилируется в оба сэмблей. Ну, например, мы представляем SDK для того же RUST, Assemblies, Кэпта, C++, вот. И фронтенд можно писать на всем, что умеет сокета. Вот, более-менее. И, соответственно, между клиентом, между фронтендом и бэкендом передаются просто массивы байт. То есть фронтенд передает массив байт в бэкенд, и бэкенд встречает его массивом байт. Те, кто из мира блокчейна, бэкенд можно представить себе как Smart Contract. Как выглядит Fluence Node? Fluence Node состоит из двух частей. Первая часть это, называемая, стейк-машины. Это штука, которая понимает себя транзакцией. То есть вот тут написано блоки. Блоки это группа транзакций. Она делает ордлинг и потом загружает эти транзакции в веб-асэмблей в виртуальную машину. А сегодня много говорилось про веб-асэмблей, про то, как он настроен. Да, и вы все знаете, что там четыре типа данных. А мы передаем туда-сюда массивы байт. Соответственно, чтобы массив байт в веб-асэмблей, мы, значит, ну это единственный способ, как, почти единственный способ, как это сделать, не в браузере, на данный момент, это выделить память, доскопировать, без этого не в указатель. Соответственно, чтобы вот этот весь процесс проделать, нужно, значит, чтобы в веб-асэмблей модуле экспортировали три функции. Allocate, Deallocate и Invoke. Соответственно, что делает стейк-машина? Она принимает массив байт, вызывает allocate, записывает выделенную allocate на память передной массив байт и вызывает Invoke с указателем на эту память. После чего она получает, значит, ответ в виде массива, в виде указательный массив байт, и когда она его прочитала, она его удаляет. Вот. И теперь давайте перейдем, собственно, к веб-асэмбле. Вообще, хочу немного поговорить про то, как веб-асэмбле в целом исполняется стендалон, то есть не в браузере. На самом деле, есть более-менее два способа. Это либо интерпретаторы, либо джид-компиляторы. Ну, всем, я думаю, понятно, что интерпретаторы медленные. Насколько медленные, я покажу чуть попозже. Ну, а в целом, до 100 раз, на некоторых примерах. Мы используем джид-компиляторы. У них есть свои минусы, например, это джид-бомбы. Об этом могу рассказать на втупате. Вот. И, в частности, мы транслируем веб-асэмбле, который присылает нам разработчик GBM, с помощью ассэмбле. Ассэмбле мы немного доработали. Вот. И давайте об этом поговорим. Да, вот. Сегодня, например, в докладе говорилось, что веб-асэмбле это спецификация стекла и виртуальной машины. Да. Какая мотивация вообще транслировать, значит, веб-асэмбле и GBM? Ну, вот мотивация, она представлена вот на этом, на этих картинках. В чем она заключается? Что, значит, веб-асэмбле есть операция стекла, у GBM есть операция стекла. И некоторые операции просто органично ложатся друг на друга. Да, соответственно, как работает сложение? Сложение берется стека два числа, складывает их и возвращает на стек одно число. Да, очень важное замечание. Вот, по-моему, говорил третий докладчик про него, что каждая инструкция веб-асэмбле может на стек класть только одно значение. Вот это мы дальше будем использовать. Ну, в GBM примерно все то же самое. А, как вы знаете, с первого доклада, веб-асэмбле состоит из многих частей. Давайте посмотрим, как некоторые из них можно транслировать в GBM. Во-первых, у нас есть четыре типа данных, и виртуальная машина GBM, по сути, представляет нам что-то подобное. Да, у нас есть интегр, то есть, что соответствует 300-другим интеграмм, и так далее, и так далее. А в каждой, значит, веб-асэмбле, каждая штука, она как бы инкапсулирована в модуль. Модуль органично ложится на GBM класс. То есть каждый модуль, который разработчик сомнитит нам, мы транслируем в класс-файл с GBM-байт-кодом. Да, и при этом модулей может быть несколько. Ну, очевидно, да, функция веб-асэмбле это функция GBM. То есть это просто метод этого класса. А импорты? Вот с импортом интересно. Импорты, это могут быть импорты как данных, так и импорты функций. Вот GBM, ну, наверное, такой, один из более-менее единственных способов сделать указатель на функцию, это использовать метод handle. Ну, указатель это, конечно, в кавычках сильно, потому что это не сикусный указатель, очевидно. Вот. Соответственно, у нас каждый конструктор понимает параметры, которые являются импортами. А экспорты, ну, понятно, это просто публичные методы класса. Их могут использовать другие модули. То есть у нас может быть в нозе несколько загруженных класс-файлов, которые стандартными GBM-овскими средствами линкуются друг с другом. Вот, куча. Или линейная память. Ну, такой, наверное, более-менее единственный способ сделать абстракцию для кучи в GBM, это использовать байт-буфер. Байт-буфер — это неприемный массив памяти, в котором есть capacity, limit и position. Значит, у WebAssembly есть две операции работы с памятью. Это size memory, и memory size инструкция, она возвращает текущее количество страниц, выделенные в памяти. И grow memory. Она расширяет память на заданное количество страниц. Вот это все органично ложится на байт-буфер, за исключением того факта, что байт-буфер, у него размер фиксирован. Если мы хотим увеличить его размеры, мы должны его перевоцировать. А в WebAssembly стандарты, как бы, память, да, там, до 4 гигабайт, но в целом надо более-менее неприемное. Да, глобальные переменные. Ну, глобальные переменные, я думаю, понятно, это поля дезгенерируемого класса. Вот, и table. Table, как говорилось на первом докладе, это массив указателей, который использует функцию call-indirect для, собственно, вызова, непрямого вызова функции. Мы просто используем массив метод handoff. Давайте посмотрим на простейший пример, как это будет отранслировано. Вот, например, представим, что мы разработчик. Мы разработали замечательную функцию подсчета числа Fibonacci. Вот. Ну, не оптимально, рекурсивно, но это не важно. Я транслирую ее в WebAssembly код. Получили. Вот last file. Тут часть порезана, но в целом, как бы, видно, что вот здесь есть одна большая функция. Вот здесь вот есть, значит, память, что-то еще. Вот таблица с интересным типом и так далее, и так далее. Дальше вот этот код транслируется в JVM. И если мы классфайл, если мы его декомпилируем, мы увидим уже знакомую нам функцию. Вот она, функция Fibonacci, декомпилированная в виде. По сути, один в один. Ну, для простейших функций все работает очень замечательно. Но есть много подводных камней. Первый из них, он связан с тем, что размер строк и размер функций в байтах в JVM, он не может быть больше, чем 2 в 16 байт. К сожалению. Например, если транслировать растовский DLM, там есть несколько методов, размер которых больше 2 в 16 байт. Вот. Ну, есть на самом деле много статей о том, как JVM методы разбить, ну, один большой разбить на несколько маленьких. Там это все замечательно делается в ассамбле. Но такой подводный камень есть. Второй подводный камень, это то, что инструкция, вот инструкция Frank S, она что делает? Она переводит 32-битный интеджер в 32-битный fold. Понятно, что тут может быть переполнение. Потому что часть в fold это знак, это, значит, мантисса. Вот. И тут может быть переполнение. Согласно спецификации об ассамбле, текущие, вот эти функции, они кидают исключение, они кидают травы. Ну, это об ассамбле исключение. Если происходит переполнение. А инструкция от I to F, это JVM-овская инструкция, она такого не делает. Она, по сути, у него, по-моему, модель с поглощением. Вот. И для этой инструкции нужно обрабатывать отдельно. Если не ошибаюсь, сейчас проползали инструкции, которые делают об ассамбле тоже поглощение. Вот. Ну да, почему это подводный камень? Потому что здесь не одна инструкция в аду транслируется, а одна транслируется в несколько. Их может быть достаточно много. Вот. Третья важная особенность, это то, что JVM, она для того, чтобы их впечатления сделать верифицированными, нужно считать хэш от памяти и хэш от стека. К этому мы перейдем чуть дальше. Но в JVM нет возможности нормально посчитать хэш от операнта стека. Так же, например, JVM нет аналогов для некоторых веб-ассамбле функций. Вот, например, замечательное семейство функций reinterpret. Она, то есть вот здесь, вот здесь, вот здесь что-то вот i32-84, там, соответственно, floating point и наоборот. То есть она просто интерпретирует значение, лежащее в инкране стеке из, да, в каждом значении есть тип. Мы так просто не можем, там, положить стек 32-битный integer, а достать 32-битный forward. А перед этим нужно сделать каст. Ну, по сути, ренту предкаст. Да, ну и вот это вот, я скрою, наверное, чуть попозже. Да, теперь насколько это все быстро. Мы делали бенчмарк. На самом деле мы делали два бенчмарка, один опубликовали или нет. Это бенчмарк стендалон виртуальных машин. А вот здесь вот зелененький столбик, это WAV-VM. WAV-VM это C++-ная, ну, виртуальная машина, которая использует LVM для JTA. То есть она вот ассемблик, где его, по сути, в бинарный модуль. Синий столбик, это ассемблик, который мы используем. Вот этот столбик коричневый, да. Тут, на самом деле, цвета подбирались специально для colorblind людей. Вот, там есть специальный сайт. Да, вот, этот столбик, это WAV-VM. Ну, и, соответственно, вот эти три столбика, это на самом деле интерпретаторы. То есть тут видно, насколько интерпретаторы медленнее, чем JTA-компилятор. А что по Y? Что? По Y что? Да, это агрегарифмическая шкала. Соответственно, вот здесь 10-3, 10-3 операция. А, это операция всего? А, 10-3, это секунда. Да, это агрегарифмическая шкала. Понятно, что если была агрегарифмическая шкала, это было бы вообще, ну, сами понимаете. Вот. Второй бочмарк, который, да, вот из этого бочмарка видно, что в целом ассемблик, на самом деле, оно очень неплохо в производительности. Особенно, например, вот этот тест. Это тест фрукторизации. Это тест только связанный с вычислениями. Тут оно максимально близко, то есть это, можно сказать, что JTA-компиляция JVM максимально близка к тому, что делает, значит, LVM-оптимизацию в A4M. Ну, кому интересно, тут можно перейти по ссылке, посмотреть, там есть еще другие графики. Там на некоторых ассемблей чуть-чуть хуже в Асмерах. Но, в целом, производительность очень неплохая. Второй бочмарк, который мы делали, это вообще, насколько вот эти вот, вот эти три виртуальные машины, они медленнее, чем нативное исполнение кода. То есть мы скопилируем бинатник, и мы запустили под виртуальную машину и тот же самый код. В целом, получается так, что вот здесь вот видеры всегда в A4M, во всех тестах. В целом, A4M примерно в полтора-три раза проигрывает нативное исполнение, в зависимости от бочмарка. Вот, может быть, когда-нибудь попозже его опубликуем. А тут важно, чтобы чем выучить, тем лучше. Да. Это количество секунд, то есть это время выполнения. Да, а кому интересно, можете по ссылке перейти, там описаны тесты, там 7 тестов. Там достаточно подробно все описано. Снайся в чате здесь. Да. Да, теперь давайте перейдем ко второму пункту. Как сделать вычисление недетерминированным? Зачем нужен вообще нам детерминизм? Детерминизм нужен для того, что у нас валидаторы штрафуют пользователей, то есть майнеров, которые дают неправильные ответы, неправильные подсчеты. Чтобы не штрафовать случайно человека, который все делал правильно, но просто, например, у него другая хардвара, чем та, которая находится в кластере, либо та, которая была у валидатора, у нас вычисления должны быть детерминированными. А вот согласно WebAssembly началось вообще с вот этой статьи 2017 года. Ну, первая публикация, тут 2017 год, вот здесь 4 человек, ну, люди с 4 компаний, Microsoft, Google, Mozilla и что-то еще, ну, не важно. Вот, и согласно этой статье, и в целом согласно спецификации, есть три источника недерминизма. Ну, первая очевидка, это вызов функции из каста. А, да, ну, в WebAssembly никак не отвечают за то, что там сделают хост, да, например, в случае браузера, но вообще непонятно, что сделают JavaScript. Там, в WebAssembly за это, ну, никак не несет ответственности. Второй недерминизм, это исчерпание ресурсов виртуальной машины. А, третий, это non-by-world. Кстати, а все поняли, вот, в третьем докладе, почему там произошло переполнение, что там, если про нее снимаются, то не будет до конца раскрыто, но... Переполнение не так. Да, вот, все понимают, просто вот, насколько мне подробно рассказать по non-by-world, все понимают, что это такое. Кто понимает? Немите руку, пожалуйста. А, отлично. Значит, будет интересно. Давайте рассмотрим по порядку, что мы делаем с каждым из этих типов недерминизма. Ну, вот, с первым недерминизмом можно бороться, на самом деле, двумя способами. Первый способ – это все запретить, вот, все импорты. И, на самом деле, у нас в текущей версии так и сделано. Это вот, первый, у нас сейчас тест-нет, в первом тест-нете так и сделано. У нас любые импорты, любые функции запрещаются. В будущем мы хотим использовать, значит, вот, есть замечательные, не так давно появилось, аваси. Вот. Там определены косикс, стаи, оси, сполы. И мы хотим некоторые из них разрешить в нашем коде. Это те, которые отвечают за работу с диском и отвечают за получение текущего времени. Да, вот сейчас, в текущее время, из WebAssembly у нас получить никак нельзя. В будущем мы это сделаем, но это вот связано именно не с WebAssembly, а именно с архитектурой нашей сети. И вот такой важный детерминизм. Он связан с тем, что у нас есть некоторая структура данных, которые могут быть в памяти лежать недетерминированной. Например, хэш-таблица. Ну, а если у нас рандом, он будет в GSP-CHA, он будет детерминирован, то у нас все будет детерминировано. Хэш-таблица, память будет детерминированной. А по поводу ресурсов в виртуальной машины. На самом деле, вот какие ресурсы есть в WebAssembly, которые могут исчерпаться? Ну, в первую очередь, конечно, это куча и стек. Что мы делаем? Мы, значит, у разработчиков есть возможность задать количество памяти, которое ему нужно для работы модуля. Он его задает один раз и выделяется байбуфер на старте в виртуальной машине. То же самое происходит для стек, но тут, на самом деле, стеком все сложно в GVM. Вот. Я об этом могу позже рассказать отдельно. И у нас в GrowMemory всегда возвращает минус единицы. То есть у нас всегда вся ВВСМ. В ВВСМ мы считаем, что вся память всегда авоцирована. А это нужно тоже для терминизма. Вот. И таблицы у нас тоже всегда приавоцированы. Все приавоцировано на старте ВМ. То есть если ВМ смогла стартануть, то это означает, что ей будет достаточно ресурсов для того, чтобы обработать любые пользовательские запросы. Ну, конечно, в зависимости от того, как пользователь сам написал стекло, но в целом наш ответственный инструмент по сути вот истекает на том, что если ВМ смогла стартануть, значит все остальное ложится на плечи разработчика. И теперь давайте поговорим про NumPyVaults. Вот если мы посмотрим Википедию и вот NumPyVaults, мы увидим вот такое определение. Да, я его как-то считать не буду, а давайте посмотрим лучше на эту картинку. Вот на самом деле фоутинг-поинт числа, они устроены очень сложно. Есть несколько стандартов. И в ВВСМ придерживается вот Е754 стандарта, в котором фоутинг-поинт число стоит из трех частей. Это бит знака, это значит показатель степени и это мантиса. Вот проблема с NumPyVaults заключается в том, что вот в этом стандарте NumPyVault, он определен так, что экспонента должна была быть заполнена единичками, а в мантисе может быть все что угодно, только не ноль. То есть один битик должен быть установлен в единичку. Все остальные биты могут быть произвольными. И это NumPyVaults. То есть получается у нас NumPyVaults столько, сколько вот здесь n-вид, да, у нас получается два степени n-видов н-поинтов. А почему в ВВСМ ли так сделали? Смысл заключается в том, что вот многие хардварные процессоры, на самом деле, они интерменистичны с фоутинг-поинт, в том плане, что, так, я прошу прощения, я, наверное, отсылаю, я удалил, я удалил, я чуть-чуть расскажу. Вот, например, есть интермизм, связанный с SineBit. Например, в ARM SineBit он не установлен. В X86, SineBit64, когда фоутинг-поинт инструкция возвращает в NAND, бит установлен. Еще есть такая особенность. Если мы, даже вот, например, возьмем, мы сфиксируем все NumPyVaults в какой-то битовую последовательность. И если у нас фоутинг-поинт инструкция принимает NumPyVaults, ну, в смысле, Num числа фиксированного битового баттерна, то, тем не менее, такая инструкция может возвратить NumPyVaults другого формата. То есть мы никак не можем от этого избавиться. И на самом деле многие виртуальные машины решают такую проблему просто полным банным флотов. Вот, например, в Parity в VASME флоты полностью запрещены для интерминизма. Мы, на самом деле, тоже об этом некоторое время думали, но так как мы хотим сделать так, чтобы пользователь мог перенести свой код к нам удобно, флоты все-таки нужны. Вот, например, я недавно провоцировал Redis. И в Redis есть не то, что флоты, есть лонг-падалбов флоты. Вот, и там от них избавиться очень сложно. Сейчас у нас с флотами ничего не происходит, но в будущем мы планируем инструментировать флот после каждой флотинг-поинт инструкции, чтобы она проверяла, что если есть нам дэллоуд, то он должен быть такого вот формата, который у нас прописан в пейпере, его можно почитать. И давайте перейдем к последнему топику, о том, как сделать вычисление прошу прощения, это должно быть так было написано, верифицированное. Ну, это хорошая тема. Продитель винизм вы говорите еще раз. Но, да, про атомизм говорить всегда нужно. Как и на какой у нас подход, зачем вам нужна вообще верификация вычислений? Как я говорил, у нас помимо спидлайвера есть еще security wear. Security wear состоит из валидаторов, которые получают деньги за то, что находят некорректные результаты. То есть, если они ловят каких-то нод на том, что они нашли некорректные результаты, на самом деле валидаторы назначаются, то валидаторы за это получают деньги. Для этого нужно доказать, что нода вернула неправильный результат. Как это делается? Это делается с помощью процесса под названием edification game. На самом деле он описан подробно в турбите. Вот, я стал их рассказать, его сейчас уже не успею. Но смысл заключается в том, что в контрактном эфире, как источник истины, нужно засубмитить инструкцию. Вот здесь, например, если у нас валидатор и нода не согласились при результате выполнения этого кода, они субмитят вот сюда, например, инструкцию, на которую они не согласны, и субмитят меркой пруфы на память, которая оперирует данную инструкцию. В данном случае у нас тег. И в контрактном эфире выполняют одну инструкцию, проверяя, кто на самом деле прав. Чтобы это все работало, нам нужно считать хэш и сохранять хэш от всех частей виртуальной машины. То есть это от кучи, от стека, от глобальных переменных. И здесь еще две дополнительные источники. Это газкаунтер. Ну, газкаунтер это стандартная штука. Сейчас, если рассказывать не стоит. И не стакшн-поинт. Давайте поговорим про хэш от памяти. Вот хэш от памяти, его можно считать по-разному. Можно просто взять и посчитать. Вот в оба сэмблее максимальное количество памяти это 4 гигабайта. Можно просто взять и посчитать каждый раз хэш от 4 гигабайта. Но на самом деле проблема в том, что это будет неэффективно. И неэффективно это будет почему? Потому что, например, пользователь, ну вот в нашей актектуре, пользователь вот, кода, который национал работчик, он может выполнить, например, только сважение. Только одно сважение, которое поменяет небольшой участок памяти. Ну а мы будем хэш пересчитывать от всей памяти. И в итоге получится так, что мы на подсчете хэша потратили больше газа, чем пользователь, садмитив нам продакцию. Ну и понятно, что хэш должен быть максимально быстрым. Всем этим требованием удовлетворяет оптимальный Меркель хэш. Ну как он устроен? Он устроен как бинтарное дерево. И смысл такой, что при каждом пересчете нам нужно пересчитывать не хэш от всех чанков, да, он правильно себе на чанки, а только от тех чанков, которые грязные, то есть которые были изменены в ходе работы данной транзакции. Да, и вверх как бы по ним нужно вот все вверхи дерева, то есть это более-менее алгарифм, то есть алгарифм умножить на количество чанков. Вот. С стеком все хуже, потому что в GVM сложно посчитать хэш от операнта стека. Мы используем так называемый шерл стек, который работает примерно следующим образом. Ну давайте вспомним наш замечательный пример, и вот с шерл стеком он будет выглядеть следующим образом. То есть мы после каждой операции, которая затрагивает стек, мы в шерл стек вот вспомним в GVM замечательная команда DAV, которая дуплицирует верхнее значение на стеке. Соответственно мы вызываем DAV, которая нам вот здесь на стеке была восьмерка, после выполнения команды DAV у нас осталось две восьмерки. После чего мы называем значит метод invoke virtual, который в GVM стек, в шерл стек войдет уже вот восьмерку, и на стеке остается та восьмерка, которая была изначально. И то же самое для остальных операций. Как сделать подсчет газа? Подсчет газа можно делать один способ, можно считать его после каждой инструкции, что неоптимально, потому что большой overhead, либо можно считать по базовым блокам. Что такое базовый блок? Базовый блок это последовательность инструкции между командами перехода. То есть в басэнгле это вот примерно такой список инструкций, которые генерируют базовые блоки. Вот, ну для примера, вот здесь это пример, который инкремитирует каунтер в цикле, пока каунтер не станет больше 10. Вот, значит, здесь вот два базовых блока. Первый блок это отвечает за if, да, потому что в басэнгле if сделать на самом деле тоже не просто, потому что if продуцирует блок, вот, но это уже отдельная тема для разговора. И второй блок, он отвечает как раз за инкремент переменной. Мы можем, значит, на этапе саргнита кода, на этапе статического анализа кода можем посчитать, какое количество инструкций содержится в каждом блоке. Потом, зная цену каждой инструкции, можем поинструментировать начало блока таким образом, чтобы инкрементировалась какая-то глобальная переменная на то количество газа, которое потребляют вот эти инструкции в каждом базовом блоке. Вот, и на самом деле последний слайд, как я уже говорил, из-за того, что у нас есть два уровня Speed и Security, у нас есть два режима работы. Это режим вычисления максимально быстрой жидкомпиляции и режим верификации. Вот, режим верификации Google Changed и, значит, дополнительно подсчитывается Discutive Instruction Counter, это количество инструкций, которые были выполнены до текущего момента. И Instruction Points, это offset от начала функции, на самом деле он сложно устроен, до текущей выполняемой инструкции. Всем спасибо за внимание, жду вашу. У меня два вопроса. Один про молчаев, второй про бастаев. В данном деле концепция распределенного хранилища такая чудесная была. Она осталась. То есть на самом деле вот это все нужно, чтобы на нас работали базы данных. То есть мы делаем engineering computation performant, и, например, на ней можно впустить Redis или Escalade. Полностью отраминированный, манжерный, и, ладно, окей, я вкулару и вкулару, что мы должны. Раньше мы делали распределенную, правильную СПДшечку. Ну ладно, и мы от этого не ушли. Ну... Я сейчас просто рассказываю гидро, на чем все это базируется. Я готов потом как бы варю устроить. У меня другой вопрос. Там был момент про Redis и детерминизм, и недетерминизм. Отсюда возникают вопросы. Мое образование имеет что-то реально не понимаешь. Нормально. Вопрос. А как вы вообще Redis собираетесь портировать, если у него там условно базовая огромная-огромная таблица, ей вэлью и проблема вэлью будет. Вы как бы только про Рендом рассказываете сейчас? А, в смысле проблемы вэлью? А, вот так вот. Во-первых, мы Redis уже портировали. То есть его уже можно пощупать. Он уже продакшен в нашем дашборде, его можно за диповиз выписать все рецессовые команды. За исключением там у Redis у нас 5.3 версия, а в Redis много чего, там есть кластеры, есть репликейшн, есть пабликашер, субска оборудов. Вот это все выполнено, оставлено только базовой команды, лово оставлено и транзакция. Что-то в голове не укладывается, как вы сделали кусок адресации. Ну, окей, ладно, я этого Антона не дайду. Просто вот ты, когда про флотинпоинк рассказывал, я читал тот кусочек в чате, я все еще до конца не понимаю, как это вы выдавили. Что в функция всегда одинаковая в голове. Что в чате я не понимаю, что на докладе не понимаю. Они же не скомментируют каждый флот операцию. Нет, нет, тут вопрос мы в основе... А, то есть я могу скоро про это придумать. Скоро, да. Ой, ну, конечно. Нет, но вопрос был про рандом, да? Да, вопрос это был про неинформен. Смысл заключается в том, что рандом у них да, рандом у нас не настоящий рандом, псевдослучайный. Здесь такое понятие гимнатор псевдослучайных чисел в культографе, которые при одинаковых институционных изучениях генерируют одинаковые последствия теперь обещанные. У нас просто фиксируют, ну, разработчик может зафиксировать у себя что-то институционное, ну, как бы, институционное то есть институционное как обычный да, sround time 0 какой-нибудь обычный сишный код, да? Обычно начинается кто-нибудь в рандом. Вот. Тут он должен вместо там time now использовать какое-нибудь число просто, повиксированное. Окей, понял. И пока у нас, да, рандом, он у всех присущаем абсолютно, он всегда гимирует одно и то же последовательство. Я один из чего просто обещаю. Да. Какой-то просто приз.